Если предыдущая весовая категория была до 67 кг, переходим на категорию выше и еще выше, и мы с вами бойцов из-за категории до 75 кг. Мы увидим поединок по правилам К1. Три раунда по три минуты. Пятый бой нашей программы. Пятый поединок нашей программы. Готовьтесь сделать ставки на победу одного из бойцов. Возможно, это будет боец, который видит красный угол ринга. Воспитанник спортивного клуба «Чинук» на профессиональном ринге провел 14 боев, одержал 12 побед, девять из которых нокаута. Чемпион республики пока один. Встречайте! Константин Морж Горока! 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 Ворога! Друзья в ринге! Скромный накопутер! Вот как милый парень можно запомнить эти глаза надолго. Итак, встречайте! Его соперник! Представитель спортивного клуба «Ханда» город Макилео! Повел на ринге 13 боев, одержал 9 побед и 9 из них нокаутов. Мы подбирали соперников равных по классу, равных по весу и равных с желанием победить. Очень сложный поединок. Он будет или очень зрелищным, или второго ларианта не может быть. Встречайте, Артем Космос Новиган! Уважаемые даты, господа, мы не спешим начинать поединок. Не спешим, мы хотим, чтобы вы сделали ставки на победу бойцов. Девочки, не вижу вас. Вы сделали ставки уже, друзья? Да? Да? Смотрите, смотрите. Поднимайте руку. Девочки, поспешите, пожалуйста, принять ставки. В ринге нокаутеры. Я просто вот о чем. Чтобы ваша ставка успела сыграть, пожалуйста, определяйтесь. Нокаутер с грустными глазами в красном углу ринга Константин Морж Горохов. В красном углу ринга спортивный паучинок. Девять побед, девять нокаутов у представителя спортивного клуба «Хантер» в городе Могилев Артем Космос Новиган. Синий угол, друзья. Три раунда всего, по три минуты. Правила боя К1. Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители, телезрители, как назвать, не знаю. С вами Алексей Самосейко, основатель и руководитель проекта «Империя тайландского бокса». Очень рад рассказать про этот поединок в прямом эфире. Сергею Ивановичу большое спасибо, что предоставил такую возможность. И вообще большое спасибо, что радует всех поклонников единоборств вот такими спортивными праздниками, турнирами. Ну и так, на ринге, как вы уже слышали, Андрей Мишинчук рассказал, что встретились бойцы из Минска, Горохов и из Могилева с «Хантер». Посмотрите, как без разведки начали ребята свой поединок. В белых перчатках «Горохов» Минск, в синих перчатках «Хантер» Могилев. Посмотрите, какая идет работа. Ребята решили, вот видите, решили особо не вдаваться в разведку, в раскачку какую-то, а сразу приступили к работе. Как Андрей сказал, назвал одного из бойцов нокаутер в красном углу Горохов. В синем Новиков тоже провел 13 боев, прошу прощения, но 9 из них он выиграл и выиграл все нокауты. То есть вабанк парень такой, либо пан, либо пропал. Молодцы, молодцы. Очень, вы знаете, разнообразная работа идет у ребят. И руками, и ногами, и с разворота пробуют, и про колени не забывают. Вот, посмотрите, тип. Молодец, смотрите, гость из Могилева. Не дарит ни минут, ни секунды. Могилева пытается с первых секунд показать, кто в ринге хозяин. Ну и тем самым, наверное, увезти Могилев в победу свою. Тяжело все-таки в гостях драться. Наверное, установка была тренера Дмитрия Мельника. Мы его видим в синем углу, как тренера и секунданта. Наверное, установка была начинать работу сразу. Молодец. Видите, работа и сразу, вот, работа. Ну, здесь уже клинч и рефери Дмитрий Андрушкевич, опытный рефери, сразу останавливает поединок, разводит бойцов. Хороший обмен руками. Горохов пусть и попадает с рук. Но как-то немножко, мне кажется, позицию с ног он проигрывает, мне кажется. Новиков пытается во встречу с рук попасть. Монадцы хороший первый раунд, ребята показывают. Вот, видите, из разворота вроде как попадает. Вот, колено в голову пытается, Горохов проводит, но захват в К1 запрещен. Хороший первый раунд, посмотрите. Ни один, ни второй боец не показывает, по сути, усталости, а пытается идти вперед. Вот, удар. Акапа. Вылетел Акапа, подсказывают. Сейчас. Вот, бой продолжается. В зале немножечко тут жарковато, но бойцам это абсолютно все равно. Первый раунд закончился. Молодцы. Хороший показали раунд. Зрителям нравится. Видно по аплодисментам, по эмоциям. Пол турнира прошло, пять боев за плечами. Многие, я думаю, вам понравились. Но самое интересное, мне кажется, еще будет впереди. У нас впереди и женский бой, у нас впереди еще и выступят сильнейшие бойцы, скажем, на этом вечере. Ну и очень приятно видеть на этом турнире в компании, в одной компании быть с такими легендарными людьми, как Андрей Сергеевич Гридин. Находится, наблюдает все эти поединки. Видно здесь очень много чемпионов. Денис Гончаренок находится тоже здесь. За судейским столиком находится Анатолий Кемин, председатель судейской коллегии Белорусской Федерации кикбоксинга. Также находится генеральный секретарь Федерации Игорь Адамович Юрченко здесь. Итак, второй раунд. Ребята начинают в таком же, в таком же ритме. Вы смотрите, как начал Гороков просто атаковать и прессовать гостя из Могилева. Молодец Новиков, синие перчатки. Клуб Хантер Могилевский держится. Не видно по нем, что он что-то тут сильно хапанул, пропустил. Видите, продолжает атаковать. Но ему надо чуть-чуть поточнее быть. Сбивает как бы атаки в Синовиков. Молодец, особо не дает развернуться Горокову. Гороков, он чуть-чуть повыше. И работает комбинационно нормально. Руки, ноги. Пытался провести удар коленом, не получилось. Дмитрий Андрушкевич в ринге на чеку. Молодец. Опытный рефери. Хороший тренер. И человек в целом. Ребята вяжутся уже немного. Либо усталость, либо просто Новиков пытается связать работу в клинче Горокова. Не дать ему набрать инициативу. Потому что в клинче, как мы все видим, Гороков пытается и колено в голову, и в корпус пробить. Ничего серьезного. Вроде бы как Гороков понял свою работу в клинче. Он пытается провести атаку. И колено всунуть в корпус. Провести работу. И колено провести. В то время как Новиков немножко в своей работе чуть-чуть потерялся немного. Немножко темп убавился. Устали ребята, видимо. Чуть-чуть. И снова удар с разворота Горокова. Здесь уже такое преимущество бойца из клуба «Чинук» видно. Вот подход и левое колено по корпусу. Но Новикову ничего не остается делать. Как вязать, прижиматься, клинчевать. Что запрещено правилами. Судьи при оценке это все видят. Учитывая. Зрители активно подсказывают с зала, как поступать. У Горохова хорошая работа. В ближнем бою, в клинче. Вот мы видим хорошая двойка. И здесь колено чуть-чуть опоздал. Мое мнение, что немножко ведет Горохов. Здесь может быть Новиков чуть-чуть. Знаете, дорога все-таки. С Могилева приехал сегодня. Отдохнул немножко и сразу в ринг. Тяжело. Если на международных турнирах, стартах ты приезжаешь, отдыхаешь еще в отеле, день, а то и два. Вот концовку вроде бы выиграл Горохов. Бесспорно, этот раунд остается за ним. Если первый можно отдать равным, либо преимущество чьего-то минимальное, то второй раунд, я думаю, выиграл Горохов. Третий будет решающий. Если при таком раскладе Новиков просто вырвет его, то победу, наверное, можно будет дать ему. Если Горохов будет продолжать в такой же манере, то победа будет, безусловно, в его. Очаровательная ринг-герл показывает нам то, что третий раунд настаёт. Третий раунд. Наставление тренеров последнее перед последним раундом. Но дело в том, что по правилам К1 предусмотрены дополнительные раунды. По крайней мере, один, это точно, экстра-раунд. Будет видно, посмотрим. Я думаю, при спорном результате однозначно дадут дополнительный раунд, предусмотренный это раунд. Новиков делает акцент на лоу-кике, а Горохов перешёл в активную атаку руками. Вот, хорошая атака с рук в исполнении минского бойца. Вот, Новиков. Новиков чуть не попал каленом в пав. За что, в принципе, извинился. Вот, нормальный обмен идёт ногами. Хороший идёт удар, обмен ударами ног. Пропускает Горохов калена во встречу. Здесь немножко не хватает уже активности. Пропускает Горохов сильную, опасную двойку в голову с рук, но не растерялся. Всё равно, смотрите, как он. Пытается ещё, пытается ещё такие красивые удары ногами нанести. Боец минского клуба Чунок. Молодец. Отдать должное. Вот, но Новиков всё-таки, смотрите, как... Вот, здесь очень такие коварные удары с разворотов Горохова. Молодец. Я помню его по чемпионату Республики Беларусь, по муай-тай, этого бойца, как он там выдавал. Он выходец из тейквондо и выдавал там такие кардебалеты с ног, что было, признаться, приятно смотреть. Вот, хорошая двойка, видите. Ну, вы знаете, это весной проходил чемпионат Республики Беларусь. Вру, в феврале, это зимой. И вот он прибавил по уровню Горохова. И помню, какой-то турнир был небольшой. И он где-то в Новополоцке или где... И он выиграл три поединка, три боя он выиграл нокаутом и с разворота одним и тем же ударом, представляете? То есть вот такой уникальный у нас боец растёт. И вес хороший. Как бы я думаю, что у нас может появиться в этом весе хорошая звёздочка. Главное правильно идти, тренироваться, не пропускать сильных ударов. Да, подустали ребята, здесь концовка, здесь надо отдавать все силы. Коль готовился на международном турнире здесь в Минске, показать, проявить себя, тебя увидят, этот рейтинговый поединок может приподнять просто тебя в рейтинге. И тебя начнут приглашать на другие турниры. Чем больше выиграешь, тем больше приглашают. Арифметика очень простая. Итак, последние секунды, судя по... Пропускает Новиков. Хороший право прямой, акцентированный. Но не падает, держится. Закончился третий раунд. Я пользуюсь паузой, благодарю бойцовский клуб «Осминог» в лице Сергея Ивановича за то, что организовал этот спортивный праздник, шоу, этот международный турнир. Все-таки 10 боев, разнообразие летов. И если кто-то не уехал куда-то, здесь можно прекрасно провести время с развлечением, с бокалом сока прохладительного, скажем так. И в очередной раз спортивная наша семья, федерация, собралась, пожали друг другу руку, увиделись, поделились новостями и так далее и тому подобное. Большое спасибо Сергею Ивановичу. Большое спасибо Тутбай за то, что в прямом эфире всему миру показывают это событие. Не все могут приехать в Минск. А благодаря интернет-трансляции с любого уголка мира, из облики Беларусь, везде, где доступен интернет, надо сесть уютно и посмотреть этот турнир. Сейчас пока ведущий спрашивает у зрителей, кто выиграл. Судьи подсчитали уже очки. Слушайте. 3-0 победил Гороков. Большое спасибо. Очень приятно было сидеть за комментаторским столиком. Всего всем доброго. Костя остается в ринге. Побеждает красный угол. Ринка заканчивает чаша красного цвета. Итак, уважаемые дамы и господа, аплодируйте те, кто сделал ставку на победу бойцам красного гуринка. Сейчас решается ваша судьба, судьба вашего приза. Итак, уважаемые друзья, вот здесь, вот здесь, в этом гуринка готовьтесь. Разбудите фотографа. Дружище. Нет? Так вот, да. Внимание, дамы и господа. Определяем победителя. Вот вам, вот вы видите этот номер, а я нет. Смотрим внимательно. Обладатель билета под номером 1, 5, 0. Билет номер 150. Ваши аплодисменты. У кого такой билетик? Кто сделал? Сейчас ты увидишь, господи, кто сделал ставку на победу. Твою победу, заслуженную победу. Этот риск вручен победителю. Два победителя встретятся на ринге бойцовского клуба «Осьминог». Итак, билет номер 150 ровно. Где обладатель билета номер 150? Мы приглашаем вас в Рим. Лицом к лицу вы встретитесь с Константином Гороховым. Вот так, с сумкой. Аплодисменты, друзья. А что в сумке, если не секрет? Что в сумке, если не секрет? Кошелек. Человек с кошельком, ваши аплодисменты. Девушки, обращаю ваше внимание. Людей, счастье. Вот оно. Занимайте свое место. Браво, браво. Вам повезло. Костя, большое тебе спасибо. Эти аплодисменты звучат в твой адрес. Часто.